уходи отсюда сказал нет она сказала сейчас половина шестого времени чё 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 не чокай мы в по сейчас находимся город называется по такое название у него коротенькая по далеко от нас тоже тоже юг не помню точно сколько там километров 50 может быть от нас и прикольный город большой прикольным большого ролика точно не будет потому что мы в принципе здесь никуда не собираемся идти просто так воскресенье сегодня просто так решили пройтись чуть-чуть буквально где-нибудь по улице поэтому ничего большого ролика из этого не выйдет ничего особенно снимать не буду но так пару кадров может быть что прикольно мне в этом городе понравилось ощущение местами не здесь конечно здесь европа абсолютно а вот там проезжали я вам я вам покажу даже может быть сейчас футажик там мы проезжали местами очень прямо советский союз мне напомнило знаете для франции нетипично широкие улицы очень много места от одного края до другого края улицы много большое расстояние и так вот все по-советски даже некоторые улочки прямо совсем очень сильно были похожи и у меня ностальгия даже причем не по не по как бы не по современной нашей там именно по советскому союзу именно по детству я немножечко зацепил в детстве прекрасно помню эти ощущения они и они были классные реально в луганске у нас городе советском союзе было все так чистенько красивенько уютненько очень много фонтанов цветочков разных потом конечно все это подпортилось стало по-другому выглядит но вот те времена они мне наверное на всю жизнь запомнились и здесь были несколько мест которые вот напомнили как раз о том времени но так в основном не знаю сейчас вам буквально пару кадров покажу чего-нибудь чего увижу здесь но немного наверное вечер ностальгии по советскому мороженому здесь есть магазин ну русский так называемый магазин в нем русских товаров много вот она пломбир советский мороженое ванильный пломбир в вафельном стаканчике здесь даже есть все положено привезено но из германии как мы можем лицезреть на немецком все описание воскресенье самый тихий день во франции всегда мало людей всегда все закрыто абсолютно даже вот видите все магазины все бутики все закрыто никто не хочет денег зарабатывать для нас мне кажется этот дико даже но вот здесь так во воскресенье здесь тишина и спокойствие не мне лично в каком-то смысле это нравится конечно когда что-то купить надо туда проблем а вот так вот просто покататься на машинке где-нибудь или походить побродить спокойном спокойной обстановке когда никого нет то очень даже забавно мужиков на лысых посмотреть в коштюмах вышли на клевенькую площадь здесь уже как-то был давненько да и артур тоже тут был такая вот красота фонтаны карусели там магаз фанак нырями тут классный галерея лафаэд смотрите какой домик красивый артур не спешит это купил билет покажи вверх тормашками переверни чудо написано лишь его дуба полюа мил мил готов к отправлению тур тур путевочку тур по франции так надо как-то ему дать камеру снять вид от первого лица сейчас как ускорится и артур не сможет ее схватить терьям терья рентам терьям одинокий ездок на поснимать вот так я прохожу очень хорошо время вот здесь вот на этой олейке очень красивым блин как всегда на камеру сейчас я попробую замереть и просто вам немножко увеличить чтобы вы видели в реальности здесь очень красиво из-за того что вот эти вот две стены магазина его там вдали как будто бы как будто бы большая картина только знаете классическая времена ренессансского там как поле домик не знаю на камеру наверняка это не круто но в реальности так клёво смотрится так как-то необычно тут цивилизации там тук такая 17 век деревушки поля деревья клёво вот мы к этой картине ближе подошли здесь видите сейчас наверно что красивое будет площадочка такая и вроде оврага какого-то здесь и фуникулер я видел табличку но куда он откуда и куда он едет этот фуникулер непонятно классно красиво блин не знаю мне нравится частенько так бывает сидишь сидишь вроде бы уже все на поднадоело потом где-то новенькое место и там сразу эмоций куча очередь замороженном смотрите какая очередина редкое кстати явление здесь ну хотя вот в люрде вчера была очередь поболее на самом деле здесь оказался такой вот просто обрывчик там внизу тоже цивилизация железная дорога я кстати еще хотел сказать французы ведь они в большинстве своем они мало путешествуют по другому миру ну то есть конечно всегда есть исключение но они очень очень любят путешествовать именно по франции и на самом деле вот я сам чуть-чуть покатался да я понимаю что в принципе есть куда ехать вот мы отъехали от нашего города буквально там каких-то 50 километров и такое ощущение как будто я попал совершенно в другое не за какой-то туристический город такой вот вот здесь конкретно в этом месте вообще ощущение как будто это пляжный город то есть где-то прибрежный где-то возле моря или океана так все и так во всей франции в каждом городе как-то вот немножко по-своему в принципе есть везде все посмотреть они французы очень любят путешествовать именно по франции особенно вот развито на вот этих на как они называются то домики на колесах такие белого на фуникулер нашелся точно трамвайчик такой едет вниз только правда как-то вниз там заканчивается что там внизу интересно может он под землей куда-то едет непонятно вроде бы там ну очень неважно я сказал то что хотел сказать то что они вот любят путешествовать по франции это в принципе я их понимаю в общем можно так потому что даже здесь вот недалеко уже интересно и красиво а еще сколько ведь городов есть я представляю там где-нибудь на севере там же совсем все по-другому очень отличается 1914-1918 потом 39 45 город по в общем честь честь погибшему все такое тут еще это высотища высотища красотища это каяки блин на на 10 квадратных метров столько всякой шняги непонятной церковь какая-то там мы идем сейчас сторону там замок было видно издалека может мы как-нибудь к нему дойдем так вот подошли к этому шато надеюсь ну да вроде туда можно все открыто все работает выглядит эпично как всегда раз посмотрим поближе так входим в ду 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 дыр в ду дрях можно кстати почитать домен почитать это конечно громко сказано надо все книжки переводчики доставать все google и все остальное смотрите это вот весь этот шато вот он большой мы были сейчас вот здесь вот этот садик там прудик сейчас мы прошли сюда вот он этот колодец и сейчас увидим опять у меня электроник вспомнился блин слушать это здесь такие мажоры жили ассасины всяких здесь скакали по стенам крутизна да и только какое все богатые эпик не слышите мне нравится опять-таки атмосфера я знаю мне всегда все это нравится но кроме этих слов больше сказать нечего если бы я знал историю этого места и что это кто это кто здесь жил наверняка было бы интереснее конечно вам рассказывать но проблема в том что когда я сюда ехал я бы мог загуглить например да что-то там почитать а заучить потом вам рассказать но проблема в том что когда я сюда ехал даже не знал что я сюда попаду в это место вот в чем дело поэтому придется вам самим погуглить шатов по и даже не на как она правильно называется и и шатоли это вообще может даже как-то по-другому принципе для шатона выглядит по новее так музей национальный а ну так это так и называется шато депо то есть шато города по все довольно простое название здесь как будто не франция здесь как будто что-то какой-то не знаю голландии чем-то другим навевает вид отсюда снаружи вообще кстати германию почему-то а или я уже говорил да я уже по-моему говорил что германию местами напоминает колодец а чё там в колодце кстати давайте заглянем упс ух ты я там глубоко слушать там там метров десять глубину и надо не кидать туда всякий мусор кидать не надо классное место хотел бы здесь жить артур в этом домике да уж как он себя чувствовать да уж это точно здесь машину может есть где поставить даже две так еще один со всех сторон прямо этот чудо домик вам поснимаем я кстати значит хотел сказать еще я вот подумал наверное я этот ролик выложу прямо такие вот следующем честно говоря я думал вообще тут ничего не сниму а сейчас смотрю уже там довольно много материальщика на несколько минут уже ролик будет и наверное я его смонтирую то есть вот вы увидите незадолго после того как я здесь был а к чему в общем вся эта вся эта делюга потому что некоторые люди у меня спрашивают почему мол сейчас лето например у тебя ролики там зимние и все такое собственно по той причине потому что я их снимал там четыре пять месяцев назад некоторые даже дольше у меня есть в планах мои архивные материалы тоже из парижа и там из испании и например как я на автобусе ехал из украины сюда через через венгрию через италию сюда во францию только автобусная у меня поездочка была я тоже там цвет все это дело снимал но проблема в том что я ничего не комментировал я в то время даже не думал еще о канале я просто для себя это все снимал но при этом не знаю думаю может быть стоит попробовать это все дело помонтировать и может быть вам будет интересно я просто пока еще не могу придумать как то есть под какую-то музыку просто нарезка может быть лучше с настоящим звуком для большего погружения в общем не суть важно пока еще собственно вот я ответил на вопрос на который хотел ответить эти ролики да действительно прошлый ролик например вот если я выложу этот следующим то прошлый получается был про китайский ресторан его я снимал в марте а сейчас у нас какой у нас месяц арту август август у нас сейчас вот считайте сами сколько времени прошло ну это не страшно на самом деле вам разница старый ролик не старый другое дело что я стараюсь хронологию все равно выдерживать вот только вот этот ролик возьму наверно и специально сделаю сделаю его сейчас чтобы он таким свежечком посмотрите может быть действительно так круче когда летом смотришь летние ролики а зимой зимние посмотрим вышли в комментариях тогда напишите как вам больше нравится так вот на этом чудесном пузатом фоне прощаемся с вами по заканчивается я не думал что так много получится но видите получилось что в общем то наверное хорошо поэтому как всегда не забывайте лайки дизлайки подписки репосты и все такое говори пока пока всем пока до новых видосов а Продолжение следует... Продолжение следует...